Всем привет, это первая часть рубрики Время Вадима и сегодня на разделочном столе у нас тема о хоррорах. И о том, почему они говно и как лечить конфетку от кускоконцев от говна. Давайте разберёмся, сначала узнаем, что подразумевает под говно и золото. Давайте начнём с золота. Золото это хоррор, который пугает не скримерами, а атмосферами. А говно это хуйня типа ФНАФ. Значит, максимум скримеров, максимум кирпичей. Но сегодня мы рассмотрим игры на примере, как Фазмофобия, Амнезия и Поппи Плейтайм. Первую игру, которую мы рассмотрим, Фазмофобия. С появления в ранней дозу в стиме случился настоящий бомб хоррор игр, причём легко заметный. Что многие из них старались скопировать формулы популярных Амнезии, SCP, Слендермен, The Rival. В Фазмофобии будете играть за парня фонариком из миллионов записок. Можно сказать, вы будете играть с друзьями, у кого они есть, конечно. За роль охотников за привидениями. Можно сказать, это бюджетная проделка. Эту игру по большей части можно отнести к играм, которые мы называем конфеткой. Следующую игру, которую мы будем рассматривать, это Амнезия. Какой-то челопотый имя Дэниел проснулся в код на замке и по приколу выпил зелье Амнезии, чтобы избавиться от душевных ран. Весь геймплей состоит в том, чтобы бегать по замку и решать головоломки, чтобы продвигаться дальше. Избегая при этом чудища, судя по википедии, разработчики хотят добиться, чтобы мы дожали от страха. Эту игру можно отнести к категории игр конфеток. Дальше у нас в разделе шипсалей это поле Poppy Playtime. Начинаем мы с того, что главный герой получает посылку с видеокассеткой, на которой сначала появились рекламы кукол Poppy и экскурсии по фабрике игрушек. Затем реклама резко обрывается. Игрок демонстрирует граффити с оброшением мака и письма от имени пропавших 10 лет назад сотрудников с просьбой найти цветок. Затем игрок перейти на запрошенную фабрику игрушек. Разготов код открываемой двери, он смотрит видеокассету, которая знакомит с его стюжетрум с рюкзаком GrabPack. Отперев дверь в главный зал фабрики, он встречает Хаги-Ваги, талисман компании, который выслан в центре клуба зала. После попыток отпереть деревья в главном зале, внезапно отключается электричество. Вынуждены игрока восстанавливать питание в комнате электроэнергии. Вернувшись в главный зал, игрок обнаружил, что Хаги-Ваги исчез со своего места. Восстановив питание панели управления, чтобы управлять мостовым краном, извлекать правую руку грейфера, игрок заходит в секцию сделать себе друга. Или же по инглиш, make and friend. В коридоре внезапно появляется Хаги-Ваги и конец за героем. Зайдя в тупик, игрок ломает часть конвейерной элеты и Хаги-Ваги падает в блюх. Эта игра для меня как-то вообще не хоррор. Для меня потому что страшного нету. Только набегающая атмосфера, эта игра заслуживает 50 на 50. То есть на 50% конфетка, а на 50% говно. Спасибо всем за просмотр. Заходите на стримы, там будут стримы. Всем удачи, всем пока и до нового выпуска. Время Вадима про Линукс.